МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Иди и исполни мою просьбу! Аминь! Девчата! Рыб, дожди тебе третий. Титя! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вечер добрый. Здравствуйте, Вера. А что, Тимурчик с Маринкой уже пришли, да? Уже все ушли, да, и мы уже уходим. Так что закройте потом все, да? Дорогие коллеги, я понимаю, что очень часто пользовалась вашим хорошим до меня отношением, но мне больше ни до кого обратится. И прошу вас помогти мне, пожалуйста, в одном срочном деле. У моей родственницы черный катафалк украл человека. Это каким образом? Самым прямым. Вот, смотрите, я тут кое-что подсобирала, материалы, фотографии, что-то расследовала. Все точно так, как вы делаете, только я красиво в папке еще не разложила. А, Вера Ивановна, может, мы уже завтра этим займемся? Не по что? Я прошу вас, присядьте и выслухайте меня. Конечно, конечно, Вера Ивановна. Вот так. Ну, что ж, Вера Ивановна, давайте тогда все по порядку. Как зовут вашу родственницу? Чем она не угодила этому катафалку? Рассказывайте. Это моя Зина, Зина Кошова. А это ее муж, Витя. Он очень хороший парень. Он писатель, хорошие вещи пишет и даже, кажется, одна беда. Випить очень любит. Это трагедия всей нашей страны. Короче, Зина, я не знаю, где она уже его нашла, того духа перехрестя, заключила с ним договор, чтобы отвадить Витю от стакана. И при чем тут катафалка? Бо цей дух на цему катафалку черному ездить. И за рулем, что характерно, никого не мая. Когда Зинка укладала с ним договор, вона пообещала ему отдать самое найдорожее. А потом взлякалася и решила деньгами откупиться. Вот дух в отместку Витьку и украл. Достала она его просто. И он решил смыться. Вот неправда ваша, Денис. Потому что вместе с Витей пропало еще два человека. Это человеки Зинаных одноклассниц. Они в трех додумались пойти и заключать эти договоры с этим духом. Они между собой, эти мужики, не общались никаким образом. Они даже знакомы не были. Но вы же знаете, что мы розыском пропавших не занимаемся. Пусть они идут в полицию, а мы домой. Нет. Вы думаете, мы что в полицию не ходили? А они категорично так сказали. Только через три дни мы приймем заявление. А за три дни людина не то, что помрёт, а уже и сгниёт. А с черного катафалка они просто откровенно в душу посмеялись. Зинка своими очами бачила, как катафалк Витьку забрал. И другие свидетели есть. Ну что это такие вещи, документы на месте, а людей нет. Я вас дуже прошу, Андрюша. Денис, ну вы хоть поболакаете с ней, чи шо? Если б вы знали, в яком вы на горе. Вот Витька не найдется, и зинка моя помре. Ну, хорошо, Вера Ивановна. Вы меня убедили, дело действительно очень серьёзное. Да? И мы за него возьмёмся, но завтра. Точно. Вот завтра Денис съездит к ним, пообщается, послушает, что они расскажут, всё запишет, да? Да. Спасибочки вам большое, спасибочки. Я знала, коллеги, шо вы не оставите мне в беде. Зина жила в небольшом посёлке под Киевом. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброго дня. Здравствуйте. Мы вас чекали. Она встретила Дениса вместе с Надеждой Панченко и Еленой Супрун, у которых тоже исчезли мужья. Наших мужей украл дух перекрёстка на своём чёрном катафалке. Помогите нам их вернуть, пожалуйста. Ну, начнём с того, что... Как вы вообще оказались на этом перекрёстке? У нас о нём посёлке все знают. Жутковатое место. С одной стороны дорога ведёт к церкви, с другой – на кладбище. Говорят, там можно вызвать духа перекрёстка. И он исполнит любое желание. Естественно, не бесплатно. Люди в это верят, потому что там завжди и то свечки какие-то можно найти, и то дивные предметы. Вы тоже в это верили? Честно говоря, не особо. Но мы были в отчаянии. Вы понимаете, мы не виделись очень давно, ещё со школы. И даже не подозревали, что у нас так много общего друг с другом. Пока где-то месяц назад, да, не встретились на встрече выпускников. Немного выпив, бывшие подруги разоткровенничались. Девочки, я вообще так не курю. Ну я же стрепластику преподаю. Да, учу женщин быть желанной. Пока мой любимый мужчина желает всё, что на двух ногах ходит. Ты хоть гроши с хаты не выносит. Вот я. Я ни копейки втримати не могу. Как знаете, всё паскуда такая програя. И делать ни черта не хочет. А мой хочет, девочки. Он великолепный актер. Только режиссёры этого не понимают. У нас вообще талант этот не ценится. Один, ты же знаешь. Твой же тоже человек искусства, писатель. Да, написал одну книгу сто лет назад. А теперь ищет вдохновение на дне стакана. Був мосты все на твоей шее и садить. Сюда чоловики пошли. Беда. Не, мой Егор, он неплохой. Да. Ну, постоянства не хватает. Девочки, я же что только не делала. Я к экстрасенсам обращалась. И к магам. Ничего не действует. Говорят, аура сильная. Я не знаю, что там вмога сильная. Але его тоже жодна хулира не бере. Да я тоже и кодировала, и по бабкам водила. Ничего. Только вон на перекрёсток не ходила. На какие перехрестя? На наши? Там, где бажанья загадывают? Ну да. Мне. Одна знакарка говорила, что это крайнее, но очень верное средство. Ну, я что-то в это не верю. Тя, дурняцовся. Хм. А если нет? Мы выпили ещё немного. К тому времени как раз потемнело. Ну и решили совершить этот обряд. Ну, подумали, что мы теряем. Ну и вообще это было несерьёзно. Как-то по приколу. На вечеринке по поводу встречи выпускников женщины взяли свечки для обряда. Там же, в школе, в одном из классов, мел. И пришли на перекрёсток. Собрались? Дух перекрёстка повелеваю тебе именем владыки Ада. Тяля Тьмы, приди и исполни мою просьбу. Аминь. Девчата. Да это что? Ты, Витя. Аминь. Зачем вы меня разбудили? Мы не хотели. Это все наши мужчины. Это все через них. У меня играют на деньги. У Надя он шляет, а у Зи не пьет. Зароби так, чтобы они выправились. Пожалуйста. У всего есть цена. Вы готовы платить? Все, что хочешь. Хочешь, забирай их души. Может, тебе нужны наши? Ваши души уже мои. Цену потом узнаете. Мы согласны. Тогда будет, как вы хотели. Музьки. Катафалк этот приехал как раз со стороны кладбища. Боже, мы терпелись такого страха, просто не передать. Протрезвели сразу. И что, ваши мужья как-то изменились? Еще бы. Егор вообще перестал смотреть на других женщин. Он не отходил от меня ни на шаг. А Миколя, она ведь на работу влаштовався, вы являете? Их как будто подменили, всех троих. И ваш тоже бросил пить? Не только. Он стал заботливый, внимательный. Никогда таким не был. Даже до свадьбы. Привет. Привет. Устала, да? Походи. Ну, мы готовь через 10 минут. Ты готовить умеешь? Не, я не знала. Ну, как-то так. Решил сегодня блеснуть. Пленок хочешь? Можно, пожалуйста. А себе? Я уж что-то не хочу. Мы все втроем просто не верили в свое счастье. Жили, как в раю. Не знали, как нам мужей своих нарадоваться. Но потом нам огласили цену. По словам Зины, однажды, возвращаясь домой с работы, она услышала, что следом за ней едет машина. Это был черный катафалк. За рулем никого не было. Ты мне должна... Ты мне должна... Что? Что ты хочешь? Икону твоей матери. Нет. Пожалуйста. Все, что угодно. Я назвал тебе цену в следующее полнолуние. Это не просто икона. Это семейная реликвия. Она у нас семье больше ста лет. Мы ее берегли, как могли. Не продали даже в самые тяжелые голодные годы. Я не могла ее отдать. Понимаете? Не могла. А что он у вас попросил? Мою собаку. Моего друга. Члена семьи. Единственное родное у меня духовное существо. А у меня... Сына. Вы являете? Ритму дитину. А ему певторал широчкой. Ну не могли мы ему дать то, что он запросил. Не могли. И что же вы сделали? Я бы что. Спробовал откупитись. Женщины собрали столько денег, сколько смогли. И принесли их в указанное время на перекресток. Вот. Это все, что мы можем тебе заплатить. Машина промчалась возле них. И черная рука выхватила деньги. Мы бежали оттуда, сломя голову. Думали, что он возьмет деньги и отстанет от нас. Но деньги, кажется, его не удовлетворили. С тех пор, по словам женщин, катафалк стал их преследовать. Он был везде. Нам было страшно выйти на улицу. Но дома было еще хуже. Наши мужчины, они будто с цепи сорвались. Стали пить, гулять, играть. Еще больше, чем до всего этого. Он наказывал нас. А потом, в конце концов, и вовсе забрал наших мужей. По словам Зинаиды, в тот вечер ее муж снова напился. А пить каждый день обязательно? Я тебя спрашиваю. Что, уже и пиво нельзя, а? Какой-то козел в армию окна светит. Где? Где-где? Вон там. За окном Зина увидела тот самый черный катафалк. Стой, не иди. Чего это-то? А то ты какая-то нервная стала. Ты просто устала. Ну, устала, отдохни. Витя! 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 Ты меня слышишь? Витя! Витя! Мы же дали тебе деньги. Что тебе еще нужно? Ты нарушила наш договор. Витенька. Витя! 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 Витя не пили, не гуляли и зарабатывали деньги. Взамен дух потребовал самое дорогое, что у них есть. Но Зинаида и ее подруги решили откупиться деньгами. И после этого их мужья пропали. Так как же объяснить все происходящее? Пока Денис общался с Зиной и ее подругами, я решил поговорить с еще одной свидетельницей. Соседкой Надежды, Анной Викторовной. Обожаю вашу программу. Кому-кому, а вам я все расскажу. Вот здесь это было, на этом самом месте. А примерно в котором часу? Ой, я Сенечку в 10 вывожу, и мы только-только вышли. Женщина рассказала, что увидела рядом с соседским домом черный катафалк. А затем произошло невероятное. Помогите! 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 Егора Панченко будто затягивала в катафалк какая-то сила. Я много в жизни видела, но это было по-настоящему жутко. А вы уверены, что за рулем действительно никого не было? Уверена. У меня со зрением все в порядке. Но в таком случае, может, вы вспомните, за несколько дней до этого ничего странного не происходило? Ну, может, был кто-то странный? Да. А за несколько дней до этого действительно был кое-кто странный. Женщина меня уверяла, что за домом Надежды и Егора следил какой-то мужчина. Никогда раньше этого парня не видела. Я не знаю, что ему надо было от Нади и Егора, но выглядел он очень подозрительно. Тем временем Денис продолжал общаться с женщинами, у которых мистическим образом пропали мужья. Хорошо, если подумать, у ваших мужей могли быть какие-то общие враги? Откуда? Они даже не встречались ни разу и не знают о существовании друг друга. Ну, а вы? Может быть, у вас есть общие недоброжелатели? Мы же вам говорили, что мы не виделись еще со школы. Да и живем мы в разных местах. Я вот здесь, в поселке. Надя в Киеве, а Лена в селе неподалеку. Школа. Может быть, кто-то на встрече выпускников услышал, что вы собираетесь на перекресток и решил этим воспользоваться? Светка. Кто это? Одна убогая. Мы вечно подшучивали над ней. Иногда, к сожалению, очень жестоко. Она, кажется, племянница того мужика, который у нас в поселке занимается организацией похорон. И ввертилась вообще сбили нас. Хочешь, сучка? Я знаю, я поверить не могу, чтобы что-то повелось. Весело будет. А ты что вытричилась? Ну? А ну, давай, Звиця. Давай, 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 быстро. Я не помила. А куда идти? Я понимаю, что это все из-за нашей глупости. Но, пожалуйста, помогите нам все исправить и вернуть наших мужей. Потому что мы не знаем, как дальше жить. Итак, дух перекрестка на черном катафалке похитил трех мужчин. Якобы за то, что их жены нарушили договор. Во все это с трудом верится. Но жуткую машину без водителя видели несколько человек. Вряд ли это массовая галлюцинация. Хотя надо проверить. Или все-таки похищение. Дело рук человеческих. Но чьих? Родственницы хозяина ритуального агентства, над которой издевались в школе. Странного человека, следившего за Домом Надежды. Или мужчины сами сбежали. Но почему одновременно? Еще и втроем? И опять же, как быть с машиной? Автомобили сами по себе, насколько я знаю, не ездят. Для начала я решил побольше разузнать о перекрестках и их духах и проконсультироваться по этому поводу с экспертом. Марьян Фетченко, доктор исторических наук, этнограф. Специализируется на изучении древних языческих верований. Перекресток, он издавна считался средоточием магических и потусторонних сил. Не мне вам рассказывать, какие ритуалы в каком количестве там иногда проводятся. Да, да, мы довольно часто с этим сталкиваемся. Что самое удивительное, подобное поверье существует практически у всех народов мира. А что насчет духа перекрестка или демона, как там его правильно назвать, который исполняет желание за что-либо? Это тоже очень распространенный образ. Многие его считают демоном, многие слугой. Но что самое удивительное, все эти легенды невероятно схожи. И это вряд ли случайностей. То есть вы хотите сказать, что этот дух действительно существует? Возможно. Мы многого не знаем о мире, в котором живем. Вот взять, например, компас. Раньше его считали чудом, хотя на самом деле им руководят законы природы. То же самое с Перекрестком. Вполне возможно, что объяснение его силы пока еще не найдено. Тем временем Денис прорабатывал самую очевидную версию. В тот же день он встретился с одноклассницей Зинаиды, Светланой, дядя которой действительно был хозяином единственной ритуальной фирмы в округе. Я пригодилась с вами поговорить. Поверьте, бо люблю вашу программу и поважаю вас. Но как бы знала, что все это через этих змеюк, поверьте, они заслужили то, что мают. Ну даже если это так. Вы каким-то образом помогали торжественную справедливость? Нет, конечно, я верю в Бога. Я все верю в его мудрые руки. Ему виднее, кого, за что и когда карать. Ну а если творец запаздывает с карой? Не в этом случае. Принаймні, одни из них очень не счастливы с мужем. И все это не просто так. Это вы о ком? И откуда вы знаете? Она сама вам рассказала? Нет, они со мной не разговаривают. Просто я видела ее с одним нашим одноклассником Генкой. Светлана уверяла, это случилось в день встречи выпускников. Она заметила Надю Панченко с их одноклассником Геной. Упевнена, если немного копнете, еще и не так на них нариете. Потому что так за людьми машины с пекла не гоняются. Скажу вам, что вы не заслужили, то и мают. Надя утаила от нас свой роман. Почему? Не хотела, чтобы знали подруги? Или на это была более веская причина? Чтобы это выяснить, Денис немедленно отправился к ней. Господи, откуда вы об этом узнали? Это вот такая глупость. И дня не прошло, чтобы я об этом не пожалела. И как долго длился роман? Да недолго. Мы встретились с Геннадием пару месяцев назад в Киеве случайно. Я не устояла. Я просто так устала от того, что Егор постоянно предпочитает других женщин мне. Что он мне изменяет. Я хотела хотя бы так ему отомстить. Мы встретились с Геной раз. Может, два. Потом я все прекратила. И как на это отреагировал Геннадий? Да ужасно. Он просто сумасшедший, понимаете? Он не в себе. Он стал следить за мной, преследовать меня. А почему вы вчера мне об этом не рассказали? Я не думала, что это как-то связано. Геннадий же не приставал к другим девушкам. И стал бы красть их мужей, чтобы мне насолить. Или... Или стал бы. По описанию Светланы и Нади, Гена был похож на незнакомца, которого видела соседка. Мой помощник взял у Нади его телефон и назначил встречу. А чего вы меня об этом спрашиваете? Было у нас пару раз с Надькой и что? Вы же ее преследовали, следили за домом. Может быть, что-то странное замечали. Я ее не преследовал. Ну, так, приезжал пару раз. Думал, может, она передумает. Но я отвалил. Надька ничего, в принципе, барышня, но кроме нее полно других баб. Они сами на меня вешиваются. Прямо-таки сами. Но я вам говорю, я ни при чем. Я на них этот катафалк без водителя не натрапливал. Так, стоп, откуда вы узнали про катафалк? Я вам ничего про него не рассказывал. Так о нем все знают. Его постоянно тут в последнее время видят. Я его сам видел своими глазами. По словам Геннадия, он направлялся в местный бар. И путь его лежал как раз через проклятый перекресток. Ленка? Ты что здесь делаешь? Что за черт? Это было в день встречи выпускников? Нет. Где-то через неделю, может, больше. У водителя за рулем не было, вы уверены? Ну, я не настолько был пьян. Там вообще никого не было. Машина ехала сама. Вообще жуть какая-то. И Ленка. Чтобы она сама от меня убегала, это вообще что-то за грани. Вот обычно я от нее сваливаю. А ты еще почему? Она влюблена в меня еще со школы. Постоянно на встречу выпускников проходы не давала. И сегодня, только за один день, четыре звонка. Совсем девка на меня тронулась бы. В историю с Адюльтером оказалась втянута еще одна героиня нашего расследования. Но как быть с похищением? Если она хотела устранить своего мужа, зачем заодно убрала и мужа соперницы? Ну, ты решила того духа попросить, або он просто сник куда-нибудь. Ну, где она, наоборот, появилась? Я не встигла духу ничего про Гену сказать. Господи, что я не делала? Ну, ладно, мой Коля, но почему он еще и Витю с Егором забрал? И так, галлюцинации тут точно ни при чем. Катафалк без водителя видели слишком много свидетелей. Да и в крови у женщин Марина ничего не нашла. Светлана, похоже, тоже не причастна. У фирмы ее дяди нет даже близко похожего катафалка и вообще нигде поблизости. Мы искали катафалк по всем ближайшим ритуальным службам, но похожих не нашли. Гена. Он мог нам соврать, но похищать всех троих мужчин для него действительно не имеет никакого смысла. А что насчет самих Зины, Надежды и Елены? Что, если они сообща договорились избавиться от мужей? Но зачем тогда обратились к нам? Их мужей ничто не объединяет. Разные интересы, круги общения, все абсолютно разное. Что же тогда? Ну что, Андрюша, как дела? Вы уже ж душаны на месте. Ну, если бы по поводу пропавших мужей, то ничего, пока их не нашли. Я вот все думаю, побег надо исключить, Андрюша, бо я так сложа руки не сидела, тоже кое-чим занималася. Конечно, у картежника были долги и проблемы, но у других-то не было никакого смысла. А цей артист, ну, как и Егор, ему же вообще казирную роль в кино предложили. Это же через неделю сниматься будет. Ну, кто же откажется, а? Мы в курсе, Вера Ивановна. Мы тоже все проверили. Балычу, моя душа, Андрюша. Так мне эту Зину жалко. Попье вот той чертяка с ней и крови, и души высмогче. Дурна девчиська. Ну, а что было с этим связываться? Денис попрощался с Леной и собирался вернуться в офис. И вдруг... Мимо пронесся тот самый катафалк. За рулем автомобиля никого не было. Катафалк ехал с той стороны, в которую ушла Лена. А потом мой помощник услышал женский крик. Он побежал туда, где только что расстался с Леной, и увидел ее лежащей на земле. Верю. Что с вами? Он снова был тут. Он хочет моей смерти. Он хочет всех не забрати до себя. Все доброе. По словам Лены, катафалк появился, как только ушел Денис. Вы нарушили наш договор. Я требую плату. Мне еще и надзвонила Дина и Надя. Они геть наляканы. Они говорят, что он и у них был. Может, мне что ему еще от нас нужно? Он и так уже все забрал. Похоже, не все. Я сына ему не отдам. Молюсь только, чтобы он не пришел за моей дитиною. Как я смогу ее защитить? Как? Благаю, сделай что-нибудь. Если нужно, я все продам. Все отдам ему. Абе он только от нас отчепился. А я скажу, дурные бабы. Сами себе неприятности пороблять. А сколько раз говорено, но не можно с нечистой силой уехаться. Так нет же ж, горыки. Вера Ивановна, я все-таки думаю, что ничего потустороннего тут нет. Был бы ты вчера на моем месте, во что угодно поверил бы. Это был реально катафалк, который ехал без водителя. Я своими глазами видел. Денис, ну сейчас разрабатывается огромное количество автоматических систем управления автомобилем. Вот именно что разрабатывается. А работающих моделей нет. Тем более в Украине, на старом катафалке. Ну хорошо, ты хоть что-то нашел? Если честно, меня заинтересовали слова Гена о том, что этот катафалк в последнее время многие видят. Я порылся в интернете и нашел несколько видео, записанных на мобиль. Это тот самый катафалк? Да, без водителя. Причем видео записано не только на перекрестке, но и в других местах. Странная активность для адских сил. Ничего странного. Ныне высокосный год, Андрюша. Но мы же все проверили. Этого катафалка нет ни в поселке, ни в окрестностях. Откуда он взялся? Ну, значит, надо искать не только в окрестностях, но и подальше. В Киеве, например. Этот катафалк ведь появлялся возле дома Надя? Ну вот. Наши поиски увенчались успехом. На сайте одной из киевских ритуальных фирм Денис и правда нашел похожий катафалк. По словам хозяина фирмы, он приобрел катафалк как раз незадолго до всех якобы мистических событий. Вряд ли это было простым совпадением. Я его купил по дешевке у одного ненормального психа. Тогда я думал, что он ненормальный. А сейчас я не знаю. Вот он тогда мне и сказал, что машина проклятая. Ну, в смысле, как это проявляется? Бог его знает. Понимаете, машина нормальная на ходу. Я ее и взял. Посмотрим. Правильно, девочки. И где катафалк? Даже не представляю. Он здесь был, на месте. А ключи у кого-то есть еще? Нет, только у меня. Я их даже сыну не даю. Да. Зинаида Кашевая утверждает, что черный катафалк украл ее мужа. Пропали и мужья ее двух одноклассниц. Подруги провели обряд и заключили договор с неким духом. И он забрал у них мужей. Якобы потому, что женщины не выполнили условия договора. Черный катафалк без водителя видели и другие свидетели. В том числе и мой помощник. Мы нашли похожий автомобиль в Киеве, в одной из ритуальных фирм. Но он пропал. Так как же объяснить все происходящее? Да, я понял. Все, спасибо большое. Я пообщался с полицией по поводу пропавшего катафалка. Но никаких посторонних отпечатков они в гараже не обнаружили. Старый хозяин сейчас находится в больнице. У него обострение шизофрении. К нему никого не пускают. Во дворе возле гаража у того же хозяина ритуальной службы есть камера. Запись, правда, только за сутки, но уже есть кое-что интересное. Снова катафалк без водителя. Чертовщина какая-то. Вот именно. Есть, правда, еще странные вещи. За последние сутки в сети появилось еще несколько видео с катафалком без водителя, загруженные с одного IP-адреса, который зарегистрирован все-таки на ту же ритуальную службу. То есть ты хочешь сказать, что директор фирмы ритуальных услуг сам отслеживает подвиги своего катафалка? Но ты же говорил, что он был в шоке, когда узнал о том, что катафалк исчез. К тому же в компьютерах он полный ноль. Я в этом убедился, когда загружал видео с камер. Погоди. У него же есть сын. А ну-ка поехали, потолкуем с парнем. Странное дело. А ваш отец уверен, что ключей от гаража у вас нет. А тебе не пофиг? Ты вообще кто такой? Передача «Реальная мистика». Ищем ваш проклятый катафалк. Ну зачем? Тише, тише, тише. Зачем сразу убегать? Это просто шутка была, ребят. Вы что? Обвинение в похищении людей – это не шутка, а реальный срок. Да никого мы не похищали, клянусь, нам заплатили. Кто и за что? Обещайте только отцу не говорить, ладно? Он меня реально убьет. По словам парня, он решил воспользоваться новым приобретением отца, чтобы заработать. Вместе с другом Михаилом они решили устроить в катафалке что-то типа патибаса – автомобиля, в котором устраивают вечеринки. Они сделали копию ключей машины и втайне ею пользовались. Чтобы все это выглядело мистичней, парни даже заказали специальный костюм, который помогал Михаилу управлять машиной и при этом быть совершенно незаметным. В первый же вечер они встретили на перекрестке Зину, Надю и Лену, которые как раз проводили свой ритуал. Черный катафалк женщины приняли за мистическое появление духа перекрестка. Ребята зашли в ближайшее заведение. Там они познакомились с мужем Зинаиды. Спонтанный розыгрыш удался и, окрыленные удачей, они поделились успехом с первым встречным. По описанию, в одной из женщин, которых парни пугали на перекрестке, Виктор узнал свою жену. Он показал им фотографию Зины. И, о чудо, это оказалась она. Виктор решил воспользоваться этой ситуацией. Мужчина был писателем, поэтому план у него возник яркий и оригинальный. Парень сразу сдал местонахождение бедных похищенных мужей. Разбираться с ними мы предоставили их женам. Мужики, бегите. Привет! Как потом признался Виктор, он решил ни о чем не рассказывать жене. Мужчина прочитал переписку в ее компьютере, выписал контакты мужей-подруг и связался с ними. Виктор рассказал им о своем гениальном плане побега, в котором мистическому катафалку отведена главная роль. Остальным идея понравилась. Они тоже были не против отдохнуть от опостылевших жен и за их счет устроить себе каникулы. Мужчины какое-то время разыгрывали из себя идеальных мужей, а потом договорились с Кириллом, чтобы он, продолжая представление, назвал их женам цену, которую те точно ни за что не заплатят. Расчет оказался правильным. Жены решили просто откупиться деньгами, вполне достаточными, чтобы мужья устроили себе небольшой отпуск на свежем воздухе. На эти деньги мужчины сняли себе домик в лесу, накупили еды и алкоголя, рассчитались с катафалком и рыбачили в свое удовольствие. Когда средства закончились, они попросили парней продолжить спектакль с катафалком, чтобы вытянуть из жен побольше денег. Так они вообще планировали назад возвращаться? Ну, насколько я понял, да. Но только когда им надоест рыбачить. И причем собирались все обставить таким же мистическим образом при помощи катафалка. Слава Богу, что мы их подлым планам помешали додуматься, довести женщин до инфаркта, а? А самим, как сгуся вода. Ну, не знаю, не знаю. Мне кажется, жены им этого точно не простят. Шо? Ха, уже! Зинка, мне шо каже? Это я виновата, что я давила на его тонкую раннему психику. И Надька уже своего артиста давно простила. А Лена, насколько я помню, все-таки собирается разводиться. Не факт. Ну, в конце концов, это уже их личное дело. Мы мистику разоблачили, разоблачили. Разгадку нашли, нашли. Все, дело закрыто. А я, Андрюша, от положа руку на сердце. Скажу, жалко мені, шо немає цього духа перехрестя. Бо я б його з великим моїм удовольствием на цих трьох подонков би так натравила. Щоб пятий угол шукали. Ой, Вера Ивановна, вы прям народный мститель. Субтитры создавал DimaTorzok